У каждого творческого человека есть своя изюминка, а то и фетиш или какое-то отклонение. И сегодня мы поговорим о художниках-извращенцах. Начнем мы наше повествование с художника Агастина Тасси. Художник работал вместе с известным в свое время художником эпохи барокко Арацию Джентелески. И у него была дочь Артемизия Джентелески. И вот этот вот Тасси был, во-первых, ее учителем, а во-вторых, был достаточно сильно старше, чем Артемизия. Но он настолько вожделел эту девочку, что решился на страшный поступок. Он решился на изнасилование. Но Артемизия Джентелески не дала слабины. Она все рассказала своему отцу. Она решила не умалчивать об этом инциденте и пошла в суд. Завела целое судебное дело по поводу случая изнасилования своим учителем Арацию Тасси. И в ходе следствия выяснилось, что этот Тасси был очень неблагонадежным и неблагочестивым человеком. Оказывается, что он хотел убить свою жену, свою законную супругу, потому что спал с ее сестрой. Представьте. И его осудили на целый год. Но, к сожалению, он вышел из тюрьмы и раньше. И продолжал работать, продолжал писать и преподавать искусство. Но с тех пор Артемизия Джентелески чаще всего на своих полотнах отображала моменты неправомерности использования силы мужчинами относительно женщин. На ее полотнах женщины отрезали головы мужьям, они совершали правосудие, они выступали такими воительницами. В общем, отпечаток на ее жизнь, на ее сознание и на ее творчестве этот инцидент оставил колоссальный. Следующий художник Адольф Вольфли. Он жил в конце 19 века и был сиротой. Насколько мы знаем, сам он в детстве очень часто подвергался насилию. Этот художник был осужден за попытку совращения несовершеннолетнего мальчика и был заключен под тюремную стражу. После этого он попал в психиатрическую лечебницу, где ему диагностировали шизофрению. Но не все так грустно, ведь именно там он начал писать. Таким образом, он стал одним из первых представителей направления Арбрют. Это искусство аутсайдеров и душевно больных людей. В 1920-е годы его лечащий доктор решил все-таки вытащить из тени забвения его рисунки и показал их миру. Конечно же, ребята из направления сюрреализма были в восторге от его картин, скетчей и зарисовок. Вот одни из его работ. Напишите в комментариях, какая понравилась вам больше. Вот, кстати, большой вопрос. Если подходить к творчеству какого-то художника непредвзято, что важнее? Все-таки знать нюансы его жизни или относиться к его творчеству с такой чистой, стопроцентной точки зрения наблюдателя? Что на этот повод думаю я? Все-таки лучше углубляться в жизнь, в мировоззрение, в события, которые наполняли и создавали жизненный путь художника. Потому что таким образом можно четче и ярче понять в наиболее тонких нюансах и деталях, что же все-таки художник стремился транслировать в мир. Следующий художник, о котором я вам расскажу, был Эрик Гилл. И он был автором нескольких шрифтов, которыми мы пользуемся при создании документов и по сей день. И в 1920-е годы он работал каллиграфом. Он также прославился не только как изобретатель шрифтов и каллиграф, но он также был и скульптором. И, например, одна из его выдающихся работ называется «Проспера и Ариэль». Сейчас эта скульптура украшает центральный офис BBC, который находится в Лондоне. Биография Фионы Маккарти, которая основывалась по большей части на дневниках самого Эрика Гилла, рассказывает нам о факте инцеста, который имел место быть в течение жизни Гилла. В общем, этот художник был не чужд вступать в интимные отношения не только с собственной сестрой, но, к сожалению, и с детьми, с которыми он сожительствовал. Одна из дочерей, которая на момент фактического публикации книги была все еще жива, говорила, что у него всегда был какой-то нездоровый и повышенный интерес к сексу. Но что наиболее печально, это те ее слова, когда она говорит, что, к сожалению, они просто с этим смирились. Следующий художник, о котором я вам расскажу, был Грэм Овенден. В 70-летнем возрасте уже достаточно именитый и достаточно взрослый художник был признан в нескольких эпизодах непристойного поведения и хотя бы в одном случае растление своей юной натурщицы. Сначала ему дали условный срок, но после первоначального постановления ему дали два года лишения свободы. Кстати, эти события происходили совсем недавно, а именно в 2013 году. Галерея Тейт Модерн убрала все его работы из экспозиции. Радует то, что в современном мире мы все-таки видим отклик из профессионального и вообще сообщества, когда происходят такие ужасные и неправомерные нарушения нравственности и порядка. На самом деле очень важно в любой сфере, будь то искусство, будь то любые другие сферы жизни, которые нас касаются, очень четко разграничивать и отделять эпатаж от дозволенной черты, которую нельзя переходить ни в коем случае. И я считаю, что это во многом ответственность лежит на нас, на обществе, на социуме и, конечно же, на официальных институтах, галереях, музеях, которые представляют тех или иных художников. Ведь все-таки культура — это то, что призвано возродить душу, что должно будоражить наши светлые стороны, которое должно заставлять нас задумываться и отрефлексировать, сделать нас в качестве, как-то, знаете, чуточку лучше. Может быть, через какие-то темные тоннели нашего сознания, может быть, через светлые, но, тем не менее, это стремление к лучшему, это движение вверх, но никак не деградация. Чтобы я знала, что вам понравилось это видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал Тарила Арт. А с вами была я, Ольга Алексеева, и давайте узнавать мир искусства вместе!